Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня разговор пойдет на тему, как должна выглядеть рассада томатов во время высадки на постоянное место. Короче, многие спрашивают, как узнать, что рассада готова и ее уже можно высаживать. Ну, конечно, чаще всего мы используем, пользуемся не таким понятием готова или нет рассада, а позволяет или нет нам погода. Вот сегодня 20 апреля я уже показывала, что у нас выпал снег и до сих пор, хотя солнце на улице, видите там сугробы, я даже придумала нынче из-за таких аномальных морозных дней весенних утеплить внутреннюю стенку, теплиться вот такой воздушно-пупырчатой пленкой, я потом подробнее расскажу о ней, что она дает, в каких случаях ее нужно. Если честно, ни разу не применяла, но видела у людей, и вот по отзывам, по хорошим отзывам, хочу использовать ее как утеплитель, потому что завтра я уже буду сюда высаживать рассаду, начну с рассада перца на доращивание, который вот сейчас у меня молодой, он у меня будет здесь доращиваться, и через 2 дня буду высаживать вот эту томатную рассаду, которая уже готова. Как я узнаю, что она готова? Но у нас есть классическое стандартное описание рассады, что рассада должна иметь к моменту высадки на постоянное место от 6-7 до 12 листов и цветочную кисть, уже полностью сформированную и выдвинувшуюся вот из вершинки, но не зацветшую еще. Почему специалисты не рекомендуют доращивать рассаду до цветения и не высаживать рассаду с цветами? Ну тут, конечно, каждый понимает, что при пересадке для растения будет стресс, даже если вы будете высаживать, сейчас покажу, вот так вот из стаканчика, не повреждая корневой системой растения, все равно даже вот этот перепад температур будет являться для растения стрессом, и очень часто, в 50% цветочки осыпаются, и мы теряем самую вот эту вот крупноплодную, вот эту плодовую кисть, потому что все знают, лишь на первой кисти у нас самые хорошие, самые крупные томаты, и нужно стараться, чтобы не потерять ее. Я всегда стараюсь высадить, почему я тороплюсь? Я хочу высадить до того, как они расцветут. Вот эти бутончики должны расцвести у меня уже на постоянном месте. Ну и, конечно, по времени, сегодня 20 апреля, и уже в прошлом году у меня давно в теплице они сидели, но нынче, так как очень холодно, пришлось принять дополнительные меры. Вот, прям не далее, как сегодня, ни разу в жизни не подвешивали, сейчас покажу, подвесили инфракрасные обогреватели. Жалко все-таки, рассада такая классная, хорошая, и если она замерзнет, вот пузырьковую, сейчас привешиваю по краям пленку, еще обложу плахами, дощечками, и тогда завтра можно будет высадить. Когда буду высаживать, я все вам покажу, как делаю грядки, как делаю лунки, на каком расстоянии. Ну вот сегодня у нас разговор о том, как выглядит рассада к моменту высадки в открытый грунт. Вот стебелек у меня вот такой, как сейчас с мизинчиком, если сравнить его. Стебелек у меня толстый, он не намного тоньше моего мизинца. Листья раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. У меня десять листьев и цветочная кисть. И вот хочу успокоить новичков начинающих. Некоторые беспокоятся и пишут, на моем томате, на кусте, уже восьмой, девятый, десятый лист от цветочной кисти не будет. Ну не появляется. Что я делаю не так? Вообще не будет цветков? Успокойтесь, количество листьев зависит от сорта. Особенно индетерминатные сорта, они встречаются те, которые и после 12-го, и даже иногда после 13-го листа образуют цветочную кисть. Это очень-очень высоко. И если мы посмотрим по томату, видите, вот здесь тоже был листик. Вот листья, 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 высоко листья, 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 листья. И вот только первая кисть, после 10-го листа, но это еще даже не предел, может быть еще хуже, то есть дольше. И здесь же сразу, смотрите, вот образовался пасынок главный, который мы будем оставлять, возможно, если будем формировать томат в два стебля. Какие способы формирования томатов существуют, я потом расскажу о каждом способе отдельно. Так что, если вот, например, у вас вот такие появляются пасынки, вы с осторожностью их удаляйте. Возможно, это ваш будущий второй ствол. Вы его удалите, и у вас формирование в два ствола не получится. Все. Вот так выглядит мой томат перед накануне высадкой. Имеет 10 листьев, цветочный бутон, хорошо сформировавшийся, уже выдвинувшийся, но не расцветший. Стараюсь высаживать без цветков, но жизнь вносит свои коррективы. Не всегда мы высаживаем вот такую рассаду. У меня много есть уже и переросшей. Иногда приходится переросшую высаживать. Кто-то высаживает недозрелую, без цветочных кистей. Эта жизнь, она бывает, условия погодные разные. Не расстраивайтесь, если вы будете хорошо высаживать, из любой рассады можно получить хороший урожай. Но стремиться нужно, конечно, к идеалу. Чтобы был вот такой вот кустик с бутончиком, с хорошими листиками зелеными, такими свеженькими. Чтобы выглядел он хорошим, здоровым. Вот у такой здоровой рассады, конечно, будет хороший урожай. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И тема, как выглядит рассада томата перед высадкой в грунт. Как она должна выглядеть в идеале, по стандарту. Вот это стандартная рассада.